приветствую вас дорогой друг на связи роман салихудинов я автор данной рассылки все секреты компас 3d видео уроках и мы с вами начинаем изучение системы компас 3d итак для начала мы с вами начнем изучение компас график то есть создание чертежей я забегу вперед и скажу что вот это вот у нас стандартная панель вы перейдите на нее кликните на кнопку создать и выберите чертеж мы с вами создали новый документ чертеж у нас на экране появилась значит документ чертеж формата 4 с вертикальным расположением то есть почему мы начали изучение с компас график то есть это у нас система компас график которая входит в состав система компас 3d так вот мы начали изучать потому что в будущем вы будете создавать 3d модели как вы знаете может кто-то не знает все 3d модели они состоят из эскизов которые выполнены также в 2d так вот изучая функционал компас график вам будет легче создавать эскизы потому что они будут создаваться также с помощью этого же функционала итак документ у нас открыт давайте сейчас вас познакомлю с интерфейсом итак вверху у нас главное меню располагается вот которая сейчас вы видите здесь у нас есть команды файл редактор выделить вид вставка инструмент и так далее то есть со всеми этими командами вы еще будете сталкиваться то есть при создании документов и также при 3d моделировании правда главное меню она может зависимости от открытого документа меняться но суть останется тоже то есть это у нас всегда будет главное меню итак ниже у нас располагается стандартная панель на ней можно создать новый документ открыть сохранить его предварительно просмотреть распечатать свойства просмотреть у них документы либо скопировать их также здесь находится менеджер библиотеки менеджер документы о них мы также еще поговорим итак справа у нас располагается панель вид с помощью данной панели можно увеличить масштаб уменьшить вообще посмотреть текущий масштаб вот сейчас он отображается 0,004 там десяти тысячных и так далее то есть можно перестроить значит ваш чертеж и так далее то есть этой панелью мы также будем работать и еще поподробнее ее рассмотрим ниже у нас располагается панель текущее состояние здесь можно просмотреть шаг курсора значит состояние видов слоев и также включить отключить привязки с этим тоже мы еще с вами столкнемся слева у нас идет компактная панель которая содержит инструментальной панели геометрия размеры обозначения редактирования и так далее то есть с ними также будем работать сейчас у нас открыта инструментальная панель геометрия и мы видим да здесь инструменты этой панели то есть отрезок окружность эллипс и так далее ну ниже у нас располагается панель свойств сейчас она не активна она будет активна когда мы запустим какую-нибудь команду например отрезок либо окружность ну и ниже у нас идет здесь строка состояния здесь при значит запуске какой-либо команд здесь отображаться действие которое нужно сделать такая небольшая подсказка ну и в самом верху здесь у нас отображается версия программы и наименование документ кстати не сказал я буду показывать уроки в 11 версии то есть первые уроки будут в 11 версии эти уроки можно использовать в любой версии ну либо в поздней либо в ранней дело в том что некоторые команды просто могут у вас не быть но большинство команд осталось так что не переживайте все у вас получится даже в лт версии можно делать эти уроки но там правда не все команды будут давайте сейчас выполним предварительные настройки и так зайдем в главное меню кликнем по команде сервис и выберем здесь параметры и так у нас открылось окно параметры и для начала давайте перейдем на вкладку новые документы эти настройки будут действовать для всех новых документов и итак у вас сейчас здесь по умолчанию и открыта ветка имя файла по умолчанию и давайте выберем значит чтобы у нас все имена сохранялись при первом сохранении обозначение плюс наименование давайте сюда поставим здесь точечку то есть для чего это делается когда мы будем сохранять свой документ например у нас корпус до чертеж и там какое-то наименование шифр он будет у нас сохраняться как корпус и шифр это принципе очень удобно вы так можете быстрее найти нужный вам корпус если их несколько на код пишите сюда выберите обозначение плюс наименование чтобы вас всегда так сохранялось далее давайте перейдем свойства документа кликнули по свойству документа здесь вы можете вписать себя давайте впишем себя то есть это для чего делается при сохранении документа также у вас будут сохраняться ваши данные и потом при открытии чертежа можно будет свойствах посмотреть кто создать либо при наведении на чертеж будут ну вернее не не при наведении на чертеж при наведении на файл чертежом будут отображаться данные о том кто его создавал ну и тут можете вписать например свою организацию я впишу сайт в компас 3d . су ну тут какой-либо комментарий то есть это мы с вами выполнили настройку по новым документам то есть так будут всегда новые документы с этими свойствами открываться двигаемся дальше так мы с вами открыть настроили свойств документы сейчас давайте перейдем графическому документу то есть они сейчас нас интересует так как мы будем создавать с вами чертеж и так раскроем ветку графический документ и смотрим здесь можно выбрать шрифт по чане то есть у нас стоит гостеп а далее единицы измерения видно что здесь стоят у нас миллиметры далее что нас еще может какую настройку нам интересно будет шероховатость если вы посмотрите работаете еще по предыдущей редакции то можете переключить если вы работаете с изменением номер три то оставляем здесь вот галочку так далее что еще здесь может нам пригодится ну размеры давайте ветку размеры откроем размеры здесь есть общие настройки то есть можно выбрать зазор выносных линий сейчас видите для нас стоит 0 если хотите поменять то все это можно поменять далее тут параметры то есть также все эти размеры выход выносных линий с размерами в миллиметрах все задано длина стрелки то есть все это можно менять если вы например с у вас на предприятии какой-то стп где немножко отступление от госта есть и так это по размерам далее что нам еще пригодится так not авто сортировка здесь буквы сортировки если у вас также используется какая-то другая сортировка здесь можно поменять ну что это за авто сортировка то есть при создании выносных линий например линии разреза сечения у вас будет авто сортировка то есть если разрез а а есть то следующий будет bb и так далее здесь также вы можете это все настроить где эту авто сортировку применять далее настройка перекрывающиеся объекты здесь обязательно посмотрите что у вас галочка стояла то есть если галочки не будет стать то штриховка будет у нас размеры пересекать перекрывать то есть посмотрите что также здесь галочка стояла ну и далее здесь идут параметры документа вот и открыл здесь видите вид можно настроить то есть сейчас у нас масштаб один к одному мы так и отставляем далее идет основная надпись здесь тоже можно изменить количество знаков после запятой то есть это у нас в окне вернее в столбце где идет масса далее можно единицы измерения массы также изменить видите по умолчанию стоят килограммы и так далее так ну и еще что нам будет интересно давать им так не указано шероховатость так это настройка шрифта в принципе это нам не столь важно давайте еще рассмотрим параметры первого листа вот эта ветка значит формат вы видели да что при создании чертежа у нас открылся формат лист формата 4 с ориентации вертикально здесь все это можно менять если вы работаете например постоянно создаете чертежи формата 3 то можете создать нужно вам выбрать нужно формат и нужную ориентацию и сохранить и тогда при открытии новых документов у вас будет все так как вы настройки в принципе вот такие вот основные настройщики мы с вами выполнили если вам что-то нужно будет еще изменить то зайдете сюда в окно параметры в новые документы и измените если вам нужно конкретно поменять что-то у текущего чертежа то вот сюда перейдете здесь и те же самые настройки только они будут относиться именно к текущему чертежу с этим понятно да так ну в принципе здесь мы все настроили здесь себя вписали давайте нажмем ok и так вот мы с вами основные настройки выполнили так давайте сейчас заполним основной надпись основной надпись можно заполнить тремя способами то есть либо давайте сейчас увеличу колесико мышки и нажимая клавишу shift и колесико мышки можно перетаскивать вот так вот и так как можно заполнить основной надпись кликнуть по ней два раза левой клавишей мыши вы смотрите я кликнул она стала активна появился курсор можно вот все писать да и так далее так я сейчас нажимаю стопа это первый таки 2 кликом правой кнопкой мыши по основной надписи и выбираем здесь заполнить основной надпись в контекстный меню все у нас также стал активно курсор да можно все здесь заполнять и третий способ это зайдем в главное меню вставка и выберем здесь основная надпись и точно так же мы перейдем заполнение и так давайте на этом остановимся впишем свою фамилию так вписали далее здесь давайте наименование впишем корпус отлично давайте сейчас еще обозначение заполним то есть это для того чтобы я вам показал как это работает потом мы его дарим давайте например 4 единички поставим и здесь на панели панели свойств здесь у нас есть панель спецуправления здесь нажмем создать объект все видите у нас основная надпись заполнена кстати для того чтобы отобразить полностью наш чертеж на весь экран можно нажать клавишу f9 либо кнопку на панели вид показать все нажимаем давайте вот мы с основной надпись заполнили наименование корпус обозначение 4 единички давайте сейчас сохраним наш документ то есть на стандартной панели нажимаем на дискетку сохранить у нас открылось окно укажите имя файла для записи то есть посмотрите имя файла автоматически отображается 4 единички тире корпус удобно да так ну допустим у нас есть какая-то папочка чертежи мы туда сохраняем и все у нас с вами работы давайте сохраним все отлично документ сохранен но кстати информация документе здесь пока еще не заполнена потому что мы ее только ввели и она будет действовать у новых документов следующий документ когда мы откроем и все это будем сохранять то здесь автоматически будет вписан автор и организация который вы укажете ясно да сейчас пока этого нет потому что мы уже документ открыли и внесли все эти изменения давайте я пока нажму ok все мы с вами выполнили сохранение давайте сейчас опять же перейдем к основной надписи два раза я кликнули левой клавишей мыши по ней она стала активна эти четыре единички удалю и нажму здесь на панели спец управления создать объект отлично ну что же давайте перед тем как приступить к созданию чертежа я вам расскажу еще об одной команде это менеджер документа он находится на стандартной панели вот он для чего нужен допустим у вас корпус да не влез на один лист либо есть дополнительные разрезы либо сечение вы переносите на другие листы либо просто у вас масштабный проект который вам хотелось бы чтобы он был сохранен в одном файле то есть раньше не было такой возможности до каждый чертеж можно было сохранять только отдельно здесь же я вот не помню с какой-то версии началось по мост 10 может быть из 9 но точно не помню сейчас давненько это уже было но сейчас можно сохранять в одном файле несколько чертежей каким образом я сейчас покажу и так давайте запустим менеджер документа вот наш менеджер документа и здесь слева у нас показано вот наш корпус который мы сохранили с вами то есть вот наш чертеж и справа показано посмотрите здесь у нас сейчас выделена ветка листы слева и показано вот листы у него один лист давайте немножко так расширю значит один лист формат а4 видно ориентация видим да у нас вертикально и вот оформление чертежа так допустим вам нужно еще один лист добавить а мы здесь выбираем в меню создать лист верхнем левом углу вот у нас лист появился посмотрите формат если вам нужно изменить формату кликаем вот эту строку выделили с новым листом выбираем например формата 3 так если ориентацию также нужно поменять кликаем сюда по ориентации вот видите она меняется вертикально и горизонтально и оформление последующий лист то есть пусть будет последующий лист вот он выделен нажимаем ok далее посмотрите я нажимаю здесь ok применить и рядышком появляется еще один лист формата а3 с горизонтальным расположением и посмотрите здесь автоматически пишется лист 2 видите да а здесь у нас пишется листов 2 это лист 1 всего ты то есть вот таким образом можно добавлять листы например если он вам не нужен стал заходим опять же в менеджер документа выделяем его нажимаем клавишу дел это и он исчезает нажимаем ok показать все вот таким образом работает менеджер документа ну в принципе на этом первый урок подошел к завершению и сейчас прежде чем приступить к второму уроку давайте еще одну настройку выполним а именно настроим привязки и так давайте зайдем команду сервис в главное меню параметры выберем здесь система вкладку далее выберем графический так где у нас до графический редактор выбираем и выбираем здесь привязки вот они у нас идет установка глобальных привязок и давайте включим все привязки кроме по сетке прямо здесь включайте они нам пригодятся в дальнейшем при построении подробнее я уже расскажу вам о них в следующих уроках то есть я думаю многие знают для чего привязки нужны да кто не знает вы следующих уроках о них узнаете главное чтобы сейчас мы их настроили и так оставляем только не включены привязку по сетке остальные мы включаем и нажимаем клавишу ok все это у нас все сохраняется далее в принципе все на этом наш первый урок подошел к завершению в следующем втором уроке мы уже с вами приступим к созданию чертежа ну что ж желаю вам успехов и жду вас в следующем уроке пока